Здравствуйте, господа и дамы! В Чикаго девять вечера с нами Роберт Альберт Блох. Торжество в аббатстве. Удар грома на западе возвестил о приближении вместе с ночью шторма, и небо наполнилось волшебной чернотой. Дождь лил, ветер завывал, а лесная тропа, по которой я следовал, превратилась в грязное болото, в объятиях которого могли застрять мой конь и я сам. Нет ничего хуже, чем путешествовать в таких условиях, по каковой причине я весьма обрадовался, вскоре заметив сквозь завесу дождя гостеприимный мерцающий свет. Пятью минутами позже я натянул поводья перед массивной дверью большого, солидного здания и серого замшелого камня, которое из-за его большого размера и загадочного вида справедливо принял за монастырь. Стоило лишь взглянуть на это здание под таким углом, как стало видно, что оно имеет особое значение, поскольку возвышалось над руинами когда-то окруживших его более низких построек. Все эти детали оказались столь убедительны, что не допускали дальнейших домыслов, и я очень обрадовался, когда в ответ на мой продолжающийся стук распахнулась дубовая дверь, и очутился лицом к лицу с человеком в капюшоне, который любезно проводил меня мимо залитых дождем порталов в хорошо освещенный и просторный коридор. Мой благодетель был низким и толстым, одетым в объемный габардин, а благодаря румяному сияющему виду казался очень приятным и приветливым хозяином. Он представился аббатом Хенрикусом, главой местного монашества, в резиденции которого я очутился и умолял меня воспользоваться гостеприимством братьев, пока не успокоится погода. В ответ я представился ему и сказал, что путешествую, чтобы повидаться со своим братом Вероне за лесом, но ураган застег меня в пути. Покончив с любезностями, он проводил меня мимо отделанного панелями вестибюля к подножью парадной лестницы, словно высеченной из каменной стены. Здесь он резко закричал на неизвестном языке, и через мгновение выскочили два негра, которые, казалось, материализовались из ниоткуда, быстро и молчаливо, что меня очень поразило. Суровыми эбеневыми лицами, кудрявыми волосами и глазами на выкате, оплаченные в диковинной одежды, большие, мешковатые штаны красного бархата и пояса из позолоченной ткани по восточной моде, они меня сильно заинтриговали, поскольку казались неуместными в христианском монастыре. Теперь Аббат Хенрикус обратился к ним на беглой латыни, поручив одному позаботиться о моей лошади, а другому показать мне покой наверху, где, как он сказал, я смог бы переодеться из походного наряда в более подходящие для вечерней трапезы одежды. Я поблагодарил вежливого хозяина и последовал за молчаливым чернокожим слугой по большой каменной лестнице. Мерцающий факел гигантского сервитора бросил причудливые тени на голые каменные стены прошлой эпохи, явно говорившие о ветхости всего здания. Действительно, огромные стены, поднимавшиеся вокруг и уже необратимо рассыпающиеся, должно быть, возвели гораздо раньше по сравнению с другой частью здания, построенного предположительно в наши дни. После подъема мой гид повел меня по этажу, пол которого богато устилали ковры, а на высоких стенах висели гобелены, обтянутые черными драпировками. Подобное бархатное убранство, на мой взгляд, было неуместно для божьего храма. Мое мнение не изменилось при виде комнаты, предоставленной мне в распоряжение. Она была такой же большой, как и студия моего отца в Ниме. На стенах висел бордовый испанский бархат, элегантность которого превосходил лишь дурной вкус, с которым его здесь поместили. Кровать в комнате могла бы украсить покои короля, а остальная мебель тоже была выполнена с королевским изяществом. Негр зажег дюжину громадных свечей в серебряных канделябрах, что стояли в комнате, а затем поклонился и ушел. Осмотрев кровать, я нашел на ней одежду, которую настоятель оставил для облачения к вечерней трапезе. Одежда состояла из костюма черного бархата с атласными бриджами и рукавами соответствующего оттенка, а также соболиного стихаря. После моей походной одежды я обнаружил, что наряд подходит идеально, хотя и более мрачен. За это время я плотнее занялся изучением комнаты. Меня сильно удивила показная роскошь вещей, но еще больше полное отсутствие любой религиозной атрибутики. Не было видно даже простого распятия. Наверняка такой уклад должен говорить о богатстве и могуществе, хоть это и мирская мелочь. Быть может, сродни тем обществом Мальты и Кипра, чьи расточительность и распущенность скандально известны миру. Когда я размышлял об этом, до ушей донеслись звуки мелодичного пения, раздававшийся где-то далеко внизу. Его мерный ритм торжественно возвышался и падал, как будто достигая человеческих ушей с невероятного расстояния. Это было волнительно, я не мог различить незнакомых слов, ни фраз, но мощный ритм сбивал с толку, он тянулся, словно зловещее заклятие, порождающее коварные и странные мысли. Вдруг все прекратилось, я с облегчением вздохнул, однако больше ни на мгновение я не мог освободиться от беспокойства, вызванного этим странным неизвестным ритмичным пением снизу. Я никогда не вкушал более странной еды, чем та, что была в монастыре Аббата Хенрикуса. Обеденный зал был триумфом показного украшения, трапеза проходила в обширном зале, арочные своды которого достигали высотой крыши монастыря. Стены были увешаны гобеленами, фиолетового и кровавого цвета, декорированными украшениями и завитушками благородного, хотя и неизвестного мне значения. Сам банкетный стол вытянулся на длину зала, с одного конца до двойных дверей, через который я вошел с лестницы. С другого конца достигал балкона, под которым имелся вход в буфетную. За этим огромным праздничным столом сидели двое монахов в черных капюшонах, и габардинах, которые уже жадно наседали на обильные блюда, покрывавшие поверхность стола. Они едва замедлили трапезу для приветственного кивка, когда мы с Аббатом вошли, чтобы занять места во главе стола и продолжали жадно поедать удивительные яства, расставленные перед ними, проделывая это самым неприличным образом. Настоятель не сделал паузы, чтобы указать мне на мое место и не произнес благословение, а сразу же последовал примеру своей паства и стал набивать живот отборными кушаньями прямо перед моим изумленным взглядом. Трапезу сопровождал неприличный шум из уст пирующих, еду хватали пальцами, а обедки кидали прямо на пол, игнорируя всеобщие правила приличия. На мгновение я опешил, но врожденная вежливость помогла мне справиться и сесть без лишних церемоний. Полдюжины чернокожих слуг молча сновали вдоль стола, убирая посуду или ставя тарелки, наполненные новыми и еще более экзотическими яствами. Глаза мои видели истинные чудеса на золотых тарелках, но жемчуг бросали свиньям. Хоть эти братья и были в серых рясах монахов, вели они себя отвратительно. Они испачкались во всех фруктах, больших сочных вишнях, медовых дынях, гранатах и винограде, огромных сливах, экзотических абрикосах, редком инжире и финиках. Там были громадные сыры, ароматные спелые соблазнительные супы, изюм, орехи, овощи и большие лотки копченой рыбы. Все подавалось салям и ликерами, столь же крепкими, как и нектар забвения. Во время трапезы мы наслаждались музыкой невидимых лютней, играющей из балконов. Музыка возвышалась и достигала крещенда, когда шесть слуг торжественно вошли внутрь, неся огромное блюдо чеканного золота, где лежал один кусок какого-то копченого мяса с гарниром и благоухающей ароматными специями. В глубокой тишине они прошли вперед и возложили ношу в центре стола, расчистив место от гигантских канделябр и небольших тарелок. Затем настоятель встал с ножом в руке и стал резать мясо под звук призывного бормотания на чужом языке. Куски мяса на серебряных тарелках разделили среди монахов. Заметный и определенный интерес проявился к этой церемонии, только вежливость удерживали меня от вопросов к настоятелю относительно значения происходящего. Я съел свою порцию и ничего не сказал. Подобное варварское поведение и царская пышность в монашеском ордене действительно вызвали интерес, но мое любопытство, к сожалению, притупилось от обильного употребления крепких вин, стоявших на столе, в стаканах, флягах, кувшинах и кубках, украшенных драгоценностями. Там были напитки всех возрастов и дистилляций, редкие ароматные зелья, головокружительные сладости, которые странно подействовали на меня. Мясо оказалось особенно насыщенным и сладким. Я запил его большими глотками из винных сосудов, свободно гулявших по столу. Музыка прекратилась, и свет, падавший от свечей, плавно перешел в мягкое мерцание. Буря по-прежнему бушевала за стенами, ликер огнем пробежал по венам, а странные фантазии родились в моей мутной голове. Я едва не обомлел, когда компания, наконец удовлетворив свои непомерные аппетиты, захмелев от вина и нарушая тишину, разразилась непристойными песнями. Чудеса продолжались, зазвучали анекдоты и шутки, добавляя происходящему веселья. Постные рожи сотрясались от блудливого смеха, жирные телеса тряслись от радости. Некоторые дали волю неприличным звукам и грубым жестам, другие рухнули под стол, и молчаливые чернокожие слуги унесли их. Я не мог не представить сцену, противоположную этой, окажись в иронии и прими пищу за столом моего брата, доброго лекаря. Там не было бы такого жуткого сквернословия, и удивился, знает ли он об этом монашеском ордене, таком близком от своего тихого прихода. Затем мои мысли резко вернулись к происходящему. Веселье и песни уступили место менее приятную вещам по мере того, как меркли свечи, а углубившиеся тени стали плести свои паутины на обеденном столе. Разговор переключился на тревожные темы, а лица монахов обрели зловещие черты в мерцающем свете. Ошеломленно глянув на стол, я поразился особому выражению лиц присутствующих. Они белели в тускнеющем свете, как искаженные маски смерти. Даже атмосфера в комнате будто изменилась. Шуршащие драпировки, казалось, шевелили невидимые руки. Тени шевствовали по стенам, фигурки уродцев горцевали в странной процессии по крестовым сводам потолка. Праздничный стол выглядел голым и ободранным. Капли вина запятнали скатерть, объедки устилали поверхность, а обглоданные кости на тарелках казались мрачным напоминанием о неминуемой участи. Разговор вызвал у меня беспокойство. То были далеко не благочестивые речи, что ждешь о такой публике. Заговорили про призраков и колдовство. Старые сказки мешались с новыми ужасными историями. Прерывающимися шепотом зазвучали легенды. Перемазанные вином губы приглушенно что-то бубнили. Сонливость прошла. Я беспокоился все больше, чем когда-либо, словно что-то знал. Как будто я знал, что произойдет, когда с интригующей улыбкой настоятель наконец начал свою сказку. А шепот монахов стих, и они повернулись, чтобы послушать. В тот же миг вошел черный слуга и положил небольшую покрытую тарелку перед хозяином, который взглянул на нее, прежде чем продолжить вступление. Это счастье, — начал он обращаясь ко мне, — что я рискнул остаться здесь на вечер, ибо были путешественники, чьи ночные похождения в этих лесах завершились не столь удачно. Например, здесь существовал легендарный дьявольский монастырь. Здесь он остановился и рассеянно кашлянул, прежде чем продолжить. Согласно местному фольклору, это место, о котором шла речь, было заброшено монастырем, расположенным глубоко в сердце леса, населенного нежитью, что служило Асмодею. Часто после наступления темноты старые руины обретали подобие прежней славы, а ветхие стены благодаря демоническому искусству становились целыми, чтобы сбить с толку путников. К счастью, мой брат не стал искать меня в лесу в такую ночь, потому что мог допустить ошибку и попасть под злые чары. А уж затем, согласно древним летописям, его бы схватили и торжественно сожрали дьявольские околиты, дабы сохранить свою сверхъестественную жизнь благодаря существованию смертных. Все это произносилось шепотом, с невыразимым ужасом, словно каким-то образом могло передаться моим недоуменным чувствам. Это так, когда я посмотрел на плотоядные лица вокруг, я понял смысл этих насмешливых слов и ту ужасную издевку, что таилось за мягкой и загадочной улыбкой аббата. Дьявольский монастырь, подземные обряды Люциферу, кощунственное великолепие, но не во славу креста, заброшенный монастырь в глухом лесу, волчьи лица глядят в мое. Затем одновременно произошли три вещи. Настоятель медленно поднял крышку над лежавшей перед ним тарелки. Думаю, он сказал, давайте покончим с мясом. Потом и закричал, наконец грянул милосердный гром и вспыхнула молния, погрузившая меня, смеющихся монахов, аббата, тарелки и весь монастырь в забвение хаоса. Очнувшись, я обнаружил, что лежу обряженный в черное, под дождем в канаве, рядом с грязной тропой. Моя лошадь паслась в лесу неподалеку, но никаких признаков монастыря видно не было. Я достиг Верона за полдня, находясь в бреду, и когда добрался до дома своего брата, сыпал под окнами проклятиями. Но мой бред перерос в буйное помешательство, свалившее меня с ног, когда нашедший меня рассказал, куда ушел мой брат и какая участь его, вероятно, постигла. Я никогда не забуду ни то место непеснопения, ни ужасных монахов, но молю Бога о том, чтобы забыть одну вещь, прежде чем умру. То, что я увидел перед ударом молнии, то, что мучает меня, особенно с учетом того, что я узнал в Вероне. Я узнал, что все это правда, и я могу быть опасен, поскольку помню, что увидел, когда Аббат Хенрикус поднял крышку серебряного блюда, чтобы открыть оставшееся мясо. Там была голова моего брата. Аббат Хенрикус поднял крышку серебряного блюда.